Добрый день и добро пожаловать в форт Боярд. На этой неделе нас ждут незабываемые впечатления в самом сердце Бискайского залива, в форте Боярд. В этом году мы станем свидетелями приключений 52 француженок и французов. 13 команд по 4 человека в каждой. Женщины и мужчины самых разных возрастов и профессий решили попытать счастье. Более 50 тысяч евро получит тот, кто сумеет успешно пройти все испытания. Это хорошая награда за такие героические усилия. Накал страстей возрастает. 10 тысяч евро для чемпиона еженедельно. Двери форта Боярд открыты для самых смелых и отчаянных. У кого есть воля к победе. При участии департамента Шарант Моритим. Авторы сценария Жак-Антуан и Жан-Пьер Митресе. Ведущий Оливье Мин. Режиссер Бернар Фламан. Форт Боярд. Идет шестая неделя соревнований. Сегодня мы узнаем имена трех финалистов. Три лучших команды нового сезона. Все 52 кандидата собрались, чтобы узнать, кому сегодня придется покинуть Форт. Из всех кандидатов останется только восемь. На встречу пришли победители предыдущих соревнований. В прошлый раз они одержали тройную победу и собрали 19 килограммов Боярд. На прошлой неделе. У этой команды высокие шансы пройти в финал. Адет, Адриан, Сильвия и Филипп снова с нами. У них есть все шансы стать победителями соревнований. Здесь также еще одна команда чемпионов. Владимир, Ансесиль, Марган и Мирюэль. Они тоже здесь и тоже претендуют на титул чемпионов. Пока у них все идет хорошо. Они набрали прекрасную сумму баллов после предыдущей игры. Сесиль прекрасно отгадал загадку старца Мура. Мирюэль справилась с заданием, находясь в подвешенном состоянии. Марган выполнил все упражнения на силу и ловкость. Ребята прекрасно справились с заданием в тронном зале. В ходе предыдущего соревнования они набрали пять ключей. Во время последнего испытания в сокровищнице все висело на волоске. Они набрали 20 килограммов Боярд. Такого результата редко кому удавалось добиться. Владимир, Ансесиль, Марган и Мирюэль должны бороться, чтобы сохранить свой титул. Они смогут выиграть еще 10 тысяч евро дополнительно к уже заработанным ими 10 тысячам. Но для этого им надо выиграть. А сейчас на острове Декс идет жеребьевка, которая определит цвет каждой команды. Шестая ничья на острове Декс. Итак, Марии, Фредерик, Жюли и Себастьян входят в медную команду. Медная команда. Селин, Режис, Найма и Ксавье – участники Титановой команды. Последний выход претендентов на Форд. Титановая команда. Эти две команды также хотят принять участие в финале. Для этого им надо победить в сегодняшних соревнованиях. Добрый день всем. Добрый день. Добро пожаловать на Форд. Спасибо. Наконец-то вы здесь. Да. Вы давно об этом мечтали, и сегодня у вас будет возможность принять участие в серьезных испытаниях на этом форте посреди моря. Мы начнем соревнования сразу, и вам надо будет найти здесь первый ключ. Мне надо, чтобы каждая команда выбрала двух хороших пловцов. У вас есть несколько секунд на обсуждение. Посовещайтесь. Всего двух? В Титановой команде это будут Селин и Режисс. Хорошо. В Медной команде это Жюли и Мари. Желаю вам удачи. Займите свои места. Форт Боярд! Все сюда! Да! Если кишка тонка, забудь о форте Боярд. Сейчас команды получили шанс пройти в большой финал. Чтобы этого добиться, они готовы на все. Итак, вы готовы? Готовы. Хорошо. Внимание. Три. Два. Один. Начали. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай, вперед. Режи, Селин. Давай, Жюли, давай, Мари, скорее. Сказали прыгать, и я прыгнул. Я плохо представлял, как мы вернемся назад. У меня нога запуталась в снастях. Я лежал на спине и потихоньку тянул на себя мешок. Я понимал, что у меня нет другого выхода. Я старался помогать себе ногами. Когда я увидел, что могу свободно передвигаться, я перевернулся и поплыл вперед, уже как обычно. Им нужно преодолеть расстояние в 50 метров вместе с мешками. Им надо доплыть до плота и забраться на него. Затем надо разработать верную стратегию, чтобы достать записки с кодами, висящие на 4-метровой высоте. Селин, держись! Давай, Жюли. Давай, Мари. Давай, Мари. Давайте. Давай, давай. Давайте. Давайте, вы можете. Я не ожидала, что будет так сложно. Очень важна скорость. Было много нагрузки на плечи. Тебе надо суметь удержаться на плоту. Давай, держись. Давай, Селин. Давай, Селин. Давай, мы идем. Надо было суметь удержать равновесие. Я держал при этом Селин на плечах. Держаться особо было не за что. При этом волны накрывали нас головой. Я боялась, что он не выдержит, и я упаду, потому что мне приходилось много двигаться. Хорошо, что вода в море холодная. Мы были немного зажаты. Держись. Держись. Мы постоянно падали. Надо было подняться и удержаться, чтобы не упасть. Тогда мы попробовали все сделать по-другому. Держись. Скорее. Давай, Жюли. Давай, Жюли. Итак, код найден. Внимание на замок. 71, 93. 71, 93. Хорошо. 71, 93. Итак, мы нашли первый ключ. Но на этом мы не остановимся. Я прошу вас не расстраиваться. Из-за проигрыша это ровным счетом ничего не значит. Я был свидетелем, когда прекрасные команды, чемпионы проигрывали в первом состязании. Но мне хотелось бы, чтобы вы действовали дружно, как одна команда. Думаю, что вам надо тщательно продумать свою стратегию, потому что вам надо действовать быстро и точно. А для этого необходимо иметь хороший план, основанный на продуманной стратегии. Очень часто именно стратегия выручала многие команды. А сейчас я хотел бы, чтобы вы выбрали игрока, который станет человеком-ракетой. Этот человек должен будет находиться наверху на высоте 20 метров от земли. Чтобы достать записку с кодом, ему надо будет лопнуть шар. Теперь вам надо разработать верную стратегию и выбрать правильного игрока. Даю вам несколько секунд. Первое соревнование медной команды. Мужчина или женщина? Кто? Так, ладно, всё. Жюли? Жюли, ваша команда выбрала вас. Мы выбрали Жюли, потому что она более лёгкая, более гибкая. Не думаю, что мужчина справился бы с этой задачей. Мужчина тяжелее, и тогда нам нужно было бы посылать двух парней туда. Жюли, вы удобно устроились? Да. Удачи. Начинаю отсчёт. Три, два, один. Старт. Поехали. Один, два, три. Я не ожидал, что будет так тяжело. Мы втроём не могли её удержать. Один, два, три. Слишком далеко, Жюли. Да, немного. Я сейчас попробую приблизиться. Ты хочешь попробовать раскачаться? Да. Хочешь попробовать? Держись. Надо суметь удержать игрока на определённой высоте, и это достаточно сложно. Давайте, ребята. Нам надо было найти правильное положение. Да, правильное положение. Канат всё время тянул нас вверх. Было сложно удержать его в руках. Пришлось приложить все усилия. Канат всё время выскальзывал из рук. Надо было приложить силу. Один, два, три. Я улетела. Слишком сильно, ребята. Мне удалось достать палкой до шара, но при этом меня унесло в другую сторону. Подождите. Так, всё хорошо. Один, два, три. Наконец-то им удалось достать записку с кодом. Давайте скорее. 27, 31. Накал страстей в этот момент был непередаваемый. Все думали только о том, чтобы набрать код. У меня руки дрожали. Али, али, али. 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 Мне очень понравилась эта игра, потому что, во-первых, я смогла избежать тюрьмы. Я достала записку с кодом. Это просто здорово. Мне пришлось собрать всю свою волю, все силы, чтобы это сделать. Мы победили. Медная команда справилась с заданием. Вы выигрываете ключ. Сейчас у вас будет возможность заработать свой второй ключ. На самом деле, это довольно сложное испытание. Это задание на умение сохранять равновесие, на координацию и способность сохранять здравость мысли в сложных ситуациях. От вас потребуется концентрация внимания и смелость, и у вас всё обязательно получится. Сейчас вам надо выбрать, кто лучше всех сумеет справиться с этим заданием, с учётом всех нюансов. Выбирайте. В «Титановой команде» Ксавье больше всех подходит для этого задания. Команда выбирает его. Мне кажется, что это сложное задание. Не все с ним справятся. Меня больше всего волнует то, что надо будет нырять в море. Я плаваю в воде без проблем, но мне надо, чтобы можно было всегда достать ногами до дна. Думаю, у тебя получится. Мне кажется, можно будет приспособиться. Да, нужна точность. Хорошо. Там есть доски ещё дальше. Надо будет попасть туда. Они хотели, чтобы это сделал я. Сделаешь? Сделаю. Ксавье, вы справитесь? Да, конечно. Прекрасно. Ксавье хорошо знаком с силовыми упражнениями, и, несомненно, он находится в прекрасной спортивной форме. Я занимаюсь культуризмом уже около трёх лет. Я нарастил мускулы, я принимаю участие в соревнованиях. Я тренируюсь довольно много, думаю, что я справлюсь с заданием. Ксавье, вы готовы? Всё в порядке? Да. Удачи! Три, два, один. Начали! Ксавье приступает к заданию. Возможно, перед нами будущий чемпион мира. А пока он легко справляется со сложным паркуром. Доска сильно качалась, надо было постоянно удерживать равновесие. Постепенно я приспособился и легко преодолел первый этап. Я справился. Продолжай так же. Давай ближе к центру. Я был предельно собран, когда я перепрыгнул на переднюю подвесную доску. Надо было крепко держаться руками. Прекрасно. Здесь необходима концентрация внимания и умение держать равновесие. Давай, давай. Продолжай так же. Последний зигзаг. Направление верное. Прекрасно. Давай, отталкивайся. Давай, осталось чуть-чуть. И, наконец, силовое упражнение с сеткой. Давай. Давай, давай. Прекрасно. Держись крепче. Держись. Осторожно, время на исходе. Да, будь осторожен. В какой-то момент я подумал, что мои силы ослабли. Давай. Надо отдать должное к Савье. Он очень уверенно выполнил все элементы этого сложного задания. Давай, давай, быстро. Скорее же. Быстрее. Поспеши, пожалуйста. Не паникуй, спокойно. Главное, достань ключ. Спокойно. Сначала посмотри. Давай, плыви сюда. Хорошо, хорошо. Молодец. Да. Молодец. Я очень рад, что сумел помочь своей команде. Участники «Титановой команды» пришли к нам с довольными улыбками. Они справились с очень сложным заданием благодаря Ксавье. Поаплодируем ему. Прекрасно и изумительно. Итак, сейчас очки распределяются следующим образом. «Титановая команда» получила два балла, а «Медная» — один балл. Сейчас мы проведем второе соревнование, вторую дуэль. Эта дуэль пройдет наверху. Сверху открывается красивый вид, но там сложно соревноваться. Вам надо будет повидаться со старцем «Фура». Каждой команде нужно выбрать своего кандидата. Выбирайте аккуратно. Итак, Селин от «Титановой команды» и Мари от «Медной команды». Удачи вам, мадмуазели. До встречи. Глаза мои уже совсем не видят. Не могу понять, что это. А, вот так лучше. Правильное расстояние. Возможно, она замужем. На части не делится. Чтобы ее найти, на нее надо что-то разделить. Что это? И это? Это... Мне надо найти верную страницу. Так, где же это? Где же она? А, вот здесь. Это здесь. Здесь ключ. Ладно, сейчас кандидаты должны прийти сюда. Вы уже здесь. Ну что, вы готовы? Вы собрали свои мысли, да? Да, конечно. Соберитесь с мыслями. Можете присесть, если хотите. Я загадаю вам загадки. Если вы правильно ответите, вы получите ключ. А если нет, уходите. Все понятно? Вы готовы? Мы готовы? Ладно. Слушайте. Возможно, она замужем. На части не делится. Чтобы ее найти, ее надо на что-то разделить. Что это? Селин. Селин. Отец? Нет, нет, нет. У нее есть муж. Муж. Что приходит вам в голову? Ничего. Ничего? Селин, подумай хорошенько. Вы не угадали. Это была... Половина. Половина. Ну да, да, да. Всегда одно и то же. Половина. Мы не знаем, где она. Половина нуждается в другой половине. И половину мы получаем, когда делим целое надвое. Ладно, не расстраивайтесь. Такое часто случается. А теперь давайте, давайте, быстрее торопитесь. Уходите. Уходите. Ну что ж, они не угадали. Когда я пришла наверх, я почему-то ужасно испугалась и закомплексовала. Это не было сложно, но меня переклинило. Я не могу это объяснить. Что со мной случилось? Загадка была очень легкая. Я не могу понять, что со мной произошло. Я не смогла найти ответ. Итак, дуэль закончилась ничем. Вы не отгадали загадку, которую загадал старец Фура. Так что вы не выиграли никакого ключа. Вы могли оказаться узниками старца Фура. Вы рисковали. Но вы не ответили на вопрос. Поэтому, если вы справитесь со следующим заданием, кто-то из вас окажется в тюрьме. Итак, есть монослой на поверхности моря. Мы посмотрим, кому что попадется. Сейчас мы бросим монетку. Давай, паспарту. Начинай. И это форт. Форт, который расположен на море. Туда идет медная команда. Вы идете на монослой. А теперь скажите, кто будет выполнять задание. Ксавье. Хорошо, Ксавье. Вы незаменимы. Идите, готовьтесь. Ксавье, вы знаете, что в случае, если вы не выполните задание и не принесете своей команде ключ, вы окажетесь в тюрьме. Можете принять нужную позицию. Итак. Три. Два. Один. Начали. Не торопись. Давай, давай. Я ежедневно выполняю много силовых упражнений. Много упражнений на развитие брюшного пресса. Это моя работа, поэтому мне это задание показалось простым. Я просто висел на большой высоте над морем. И мне это было сделать очень и очень легко. В конце своего маршрута Ксавье пришлось искупаться в море. Но у него не было выхода. Надо было узнать код. Прыгай. Он нырнул в зеленую воду залива. Ему пришлось преодолеть свой страх. Но все закончилось хорошо, и Ксавье добыл записку с кодом для своей команды. Не торопись. Спокойно. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Он прекрасно все сделал. Осторожно, не торопись. Хорошо, хорошо. Гениально. Молодец. Он просто молодец. Он все сделал правильно. С физической точки зрения было интересно. За это время я мог бы выполнить эти упражнения дважды, и это было легко. И, кстати, довольно забавно. Это задание одно из самых сложных в нашей игре. Нужно иметь хорошую мускулатуру, нужно быть сильным и уметь ориентироваться в ситуации. Если у вас есть какие-либо мысли или вопросы, вы можете их задавать. А я хочу, чтобы вы решили, кого вы выберете. Очень хорошо, Фредерик. Займите свою позицию. Желаю вам удачи. Можете начинать. Второе задание для медной команды. Нужна огромная физическая сила, чтобы, нажимая руками на педали, суметь продвинуться на несколько метров вперед и достать ключ. Посередине комнаты стоит опора, на которую можно опереться и немного отдохнуть. Переведи дух, не спеши. Еще, еще, еще. Держись. Отдохни, Фред. Не спеши, пожалуйста. Давай. Давай, Фред, давай. Держись. Давай, давай, Фред. Обидно. Фредерик уже почти достиг своей цели, но ему пришлось вернуться. Я не хотел возвращаться, я решил все начать сначала. Это я. Он возвращается. Я не смог выполнить задание, и, видимо, руки не выдержали. Поэтому теперь мне придется сидеть в тюрьме. Оттуда ему будет сложно выйти. Титановая команда победила в индивидуальных соревнованиях. Фредерик сейчас сидит в тюрьме. Таким образом, после подсчета всех очков, получается, что титановая команда собрала три ключа. Красивая подача с вашей стороны, я вас поздравляю. Вам надо стремиться увеличить этот разрыв, в то время как медной команде повезло гораздо меньше. Но наши соревнования пока не закончились. Сейчас вам предстоит очень сложное испытание. Ширина карниза всего 5 сантиметров. Надо будет пройти по отвесной стене, забраться на этот карниз, забрать письмо с кодом, вернуться также по отвесной стене назад и найти необходимый код, чтобы помочь своей команде найти ключ. Все это надо сделать как можно быстрее. Решайте. Думаю, должна пойти найма. Итак, после недолгого обсуждения вы решили, что титановую команду представит найма. Медную, Себастьян, найма против Себастьяна. Что? Нет, нет, ничего. Чтобы не получилось так, что я не дал вам высказаться. Да мне просто страшно. Страшно? Подождите. Ладно. Я думаю, что если вам предложили участвовать в этом соревновании, вы с этим обязательно справитесь. Не знаю. Я надеюсь. Итак, мы начинаем соревнование. Найма, Себастьян, займите свои места. Найма немного волнуется. Но это можно понять, ведь она молодая мама. Ей 35 лет. Добрый день. Мне 35 лет. Я работаю маркетологом. Ой, простите. Я не ожидала, что буду участвовать в таких серьезных соревнованиях. Поэтому постоянно улыбаюсь. Очень спортивная и активная личность. Найма померяется силами с Себастьяном, который весь состоит из мускулов. Себастьяну 22 года. Он студент биологического факультета. Он много упражняется и находится в прекрасной физической форме. Думаю, для меня это будет интересный опыт. Я люблю силовые упражнения и много занимаюсь спортом. Посмотрим, кто из них окажется сильнее. Себастьяна, Найма, вы готовы? Да. Итак, будьте предельно внимательны. Наступает критическая минута. Три, два, один. Начали. Вначале я немного растерялся, потому что было очень высоко и почти не за что было держаться. Черт! Вначале было очень тяжело. Я не знала, что делать. Какая-то полная неуверенность в себе. В этом упражнении физическая сила не играла большой роли, поэтому Найма оказалась немного проворнее Себастьяна. Мне пришлось сложно, потому что главным для меня было удержаться на этой стене. Я об этом все время думал. Но им удалось добраться до цели, хотя это было сложно. Мне так и не удалось полностью прийти в форму. Я просто работала на автомате. Совсем не думала, что делаю. Возвращаться опять придется по отвесной стене. Себастьян принес очки медной команде. 36, 58. 36, 58. 36, 58. 36, 58. Да! Медная команда в данном упражнении оказалась более быстрой. Им удалось добыть ключ, так что теперь у них уже два ключа против трех, которые набрала титановая команда. Вы молодцы. Я знаю, что вас не удивишь силовыми упражнениями, но если вы не справитесь, вам придется пойти в тюрьму. Для этого задания мне понадобятся два кандидата от вашей команды. Нужно будет перенести груз справа налево, используя для этого специальные японские посохи. Итак, кто сможет с этим справиться? Решайте. Третье задание для титановой команды. Нужно, чтобы это был кто-то, кто хорошо умеет работать в команде. Поэтому хорошенько подумайте. Мы вдвоем. Режисс и Селин. Да. Хорошо. Итак, вам сюда. Режисс и Селин должны сейчас перенести тяжелую кастрюлю с помощью палок. Раз, два. Куда ее надо поставить? Вон туда. Хорошо. Внимание, будь внимательна. Осторожно, осторожно. Я считаю до трех. Я считаю до трех. Один, два, три. Осторожнее. Вместе со мной. Вот так. Пошли влево. Да, да. Давайте, ребята. Мне казалось, что еще немного, и мы эту кастрюлю уроним. Нам понадобилось умение работать в команде, чтобы наши движения совпадали. Давай, сосредоточься. Не важно. Это не важно, ребята. В какой-то момент что-то произошло, хотя до этого все шло относительно гладко. Неожиданно мы уронили кастрюлю. Сложность заключается в том, чтобы оба участника действовали абсолютно синхронно. Но время уже поджимает. Давай. Пошли. Неожиданно мы стали действовать несинхронно. Главная задача была в том, чтобы удержать кастрюлю на весу. Мы старались действовать одновременно и одинаково, но, видимо, это получалось не всегда. Давай, держи. Ты держишь? Да. Давай постепенно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Не торопись. Давай, давай, давай. Не торопись, осторожно. Вот так. Еще немного. Подними. Вот так. Сейчас будь внимательна. Давайте, давайте, ребята. Один, два. О, нет. Выходите. Каждый раз одно и то же. Мы не смогли этого сделать. Это задание оказалось сложнее, чем мы думали. Возможно, оно больше бы подошло для Ксавьи. Теперь нам придется отправиться в тюрьму. Что делать, таковы правила. По правилам игры, Селин и режиссу теперь придется сидеть в тюрьме. Итак, «Титановая команда», вас осталось трое. Ваши друзья сейчас сидят в тюрьме, поэтому ваша задача усложняется. Думаю, что с этим заданием прекрасно справится Мари. Думаю, что она идеальная кандидатура. И в этом я, между прочим, уверен. Мари, это вы. Третье задание для медной команды. Да, Марина, вас вся надежда. Вы справитесь. Ладно. Для меня это было чем-то новым. Вдруг оказаться под стражей в наручниках. Такого опыта в моей жизни еще не было. Мне понравилась сама идея. Это было нечто. Какую руку вы мне даете? Правую или левую? Левую. Итак, Мари, с этого момента вы должны будете освободиться от наручников и убежать, пока не закончится ваше время. Так вы получите третий ключ. Удачи. Давай, Мари. Три, два, один. Принцип простой. Главное, все надо было делать быстро и вовремя менять положение руки. В этом, казалось бы, нет никакой сложности. Три, два, один. Три, два, один. И вот,fun, два. Три, два, один. Доброе. Три, два. Три, два. Доброе. Молодец, давай! Хорошо, Мари, продолжай так же. Молодец, Мари, очень хорошо. Все оказалось немного сложнее, чем я предполагала. Было много непредвиденных нюансов. В какой-то момент я даже испугалась. Молодец, Мари. Надо уложиться во времени, часы не ждут. Все хорошо, Мари, все хорошо. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец, Мари, молодец. Давай, Мари, беги. Беги. Давай, быстрее. Быстро, быстро. Давай. Здорово. Мне было сложно, но, к счастью, все получилось, и я смогла добыть ключ для нашей команды. Это так здорово, вы не представляете. Титановая команда – три ключа. Медная команда – тоже три ключа. Везде есть пленники, но наша команда ждет еще много испытаний. Надо будет преодолеть длинное расстояние по лестнице, показать свою силу и умение выходить из любой ситуации, обычной и экстраординарной. Для дуэли мне нужно, чтобы ваши команды были в полном составе, поэтому надо, чтобы вы освободили узников из тюрьмы. Этот поединок определит того, кто выйдет свободным из тюрьмы. Добрый день, Селин, Фредерик. Добрый день. Добрый день. Как дела? Все хорошо? Да, хорошо. Ладно, вы хотите выйти? Да, конечно. Я бы тоже это хотел, потому что было бы хорошо, если бы вы присоединились к вашей команде. Сейчас мы проведем дуэль, на которой решится, останетесь ли вы в тюрьме или же получите право выйти на свободу. Вы выигрываете или проигрываете? Время будет отсчитывать Клипсидра. Я не скрываю, что задание будет сложным, но надеюсь, что вы справитесь. Итак, вам надо набрать одно слово из названия нашей программы. По моему сигналу вы набираете слово «Боярд», каждый кубик соответствует одной букве. Итак, внимание, приготовились, начали. Я очень замерзла в тюрьме. Там было очень холодно, у меня дрожали руки, и я не могла ухватить нужный кубик. Я очень нервничала. Фредерик уже нанизал две буквы, а Селин только одну. Фредерик уже сделал три буквы, Селин ему значительно уступает. Фредерик уже нанизал четыре буквы. Отлично идет. Так, посмотрим. Седьмая буква, и наше слово уже готово. Фредерик оказался проворнее меня, он все сделал гораздо быстрее. Ну что ж, ему повезло. Я счастлив, что мне удалось оттуда выбраться. Не знаю, как у меня это получилось, но просто счастлив. Все хорошо, что хорошо кончается. Для кого? Для него или для нее? Это вопрос, который нас очень волнует. Пока сюда никто не пришел. Мы с нетерпением ждем появления наших участников. Итак, я открываю дверь тюрьмы. Посмотрим. Приготовьтесь. Затаите дыхание. Для Селин задача очень простая. Ей надо пройти все препятствия за предельно короткое время, чтобы уложиться в необходимый промежуток времени. Я очень хотела выиграть, хотя иногда мне было сложно. Куда же мне идти? Паркур, конечно, не из самых легких упражнений. Особенно, когда приходится преодолевать расстояние по воде и по суше. Первая удача, Селин. Селина нашла ключ, и сейчас ей надо торопиться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С возвращением. Вам пришлось через многое пройти. А вот и Фредерик. Прекрасно. Ну что ж, теперь команда снова в сборе. Команда в сборе может с честью сразиться на дуэли за право обладания очередным ключом. Для этого поединка мне нужны люди, которые смогут долгое время находиться под водой. Итак, кто это будет? Подумайте. Фредерик будет представлять медную команду, а режисс — титановую. Ну что ж, также мне нужны носильщики. Им придется поднимать тяжелые предметы, поэтому нужны сильные люди. Кто хочет? Савье — от титановой команды, а Себастьян — от медной. Также мне понадобятся помощники, которые будут нам помогать решать китайские головоломки. Кто хочет? Это Найма за титановую команду и Жюли за медную. Ну и, наконец, стрелок. Нужен кто-то, кто умеет хорошо стрелять. Кто хочет, может поднимать руки. Итак, Мари за медную команду и Селин за титановую. Хорошо. А сейчас каждый из вас, кто участвует в этой игре, должен занять свое место и приготовиться к соревнованию. Дайверы, вы готовы? Да. Бегуны, вы готовы? Да. Помощники готовы? Да. Стрелки, вы готовы? Да. Три, два, один, начали! Первый этап — каждый кусок металла надо поместить в нужную ячейку. Нужно, чтобы получилась определенная геометрическая фигура, чтобы можно было переходить к следующему этапу игры. Титановая команда первая справилась с заданием. Мы немного задержались с этим заданием. Я не понял, почему. Поэтому титаны нас немного опередили. Давай, быстро! Держи! Бери! Скорее! Он плывет! Давай, скорее! Сейчас надо распилить деревянную палку с помощью металлической пилы. Для меня это было что-то новое — выполнять упражнения под водой. Было даже довольно забавно. Мне понравилось. Фредерик должен срочно передать эстафету Себастьяну. Режисс уже справился с заданием. Давай, режисс! Давай, давай! Режисс! Давай, скорее! Скорее! Я плохо сориентировался в воде, поэтому и произошла задержка. Давай, быстро! Не останавливайся! Спеши! Я почувствовал себя плохо. Мне не хватало воздуха, но я понимал, что не могу подводить свою команду. Давай, режисс! Медная команда уже близка к финишу. У них большой запас времени. Давай, режисс! Давай, скорее! Ты идешь? Последняя стадия игры. Стрельба из арбалета. Мы сильно задержались, и надо было срочно наверстывать упущенное время. Осторожнее, когда будешь стрелять. Молодец! Давай! Здорово! Скорее! Огонь! Черт мимо! Ура! Получилось! Здорово! Огонь! Скорее, давай! Мы немного опоздали. Ничего, скорее, Жули, не возись! Медная команда уже сделала несколько выстрелов, тогда как титановая команда еще не стреляла вообще. Наконец-то вы появились. Давайте, быстрее! Огонь! Медная команда, вы победили! Медная команда, вы победили! Я не попала с первого раза, потому что надо было стрелять немного выше, надо было приподнять ствол на несколько сантиметров. А потом уже все пошло как по маслу. Итак, медная команда, вы молодцы! Итак, пять ключей у медной команды и три ключа у титанов. Через несколько минут вам предстоит сразиться с чемпионами. Что касается титановой команды, я хочу сказать, что она прекрасно справилась со своими заданиями. Но удача была не на их стороне. Ничего не поделаешь, не переживайте. И сейчас вам придется уехать. Большое спасибо, доброго пути! Ну что говорить, как получилось, ничего не поделаешь. Режиса не хватило воздуха, и он поднялся на поверхность. Из-за этого было потеряно время, и титаны упустили свой шанс выиграть эту игру. До этой игры титаны проявили себя как прекрасные игроки. Ксавье блестяще справился со своей задачей в предыдущем соревновании. И здесь он тоже был на высоте. Селин сумела прекрасно справиться со сложным соревнованием на плоту, а также с заданием, связанным с ее выходом из тюрьмы. Найма буквально за несколько секунд сумела собрать сложный металлический пазл. Режис должен был достоин принять эстафету и выполнить свою часть задания. Но произошло нечто непредвиденное. Он оказался слабым звеном своей команды. На этот раз у нас все получилось. Можно сказать, что... Мы победители! Медная команда прекрасно показала себя в этих соревнованиях. Они правильно сделали, доверившись мастерству Мари. Медная команда была достойна победы, несмотря на некоторые досадные промахи. Но смогут ли они победить чемпионов? Маргана, спортсмена с большими возможностями. Мирюэль, интеллектуального игрока. Владимира, обладающего огромной силой. И гибкую, ловкую Ан-Сесиль. Чемпионы направляются к форту, они твердо настроены на победу. Перед тем, как начать это приключение, я должен попросить Филиндру открыть доступ в сокровищницу. Итак, Филиндра, голова тигра! Возможно, это для вашей цели. Десяти тысяч евро в конце нашей игры. Вы знаете, что по правилам игры вы должны угадать кодовое слово, а чтобы узнать это слово, вам надо иметь ключи, которые дадут вам право на максимальное количество подсказок, и таким образом вы получите доступ к нашим сокровищам. Вы видите, что сейчас мы находимся у подножия стены, и вам придется на нее взобраться. Это ваш первый поединок. Дуэль по скалолазанию. Нужно добраться до верха, чтобы найти там записку с кодом. Кто быстрее это сделает, та команда и победит в соревновании. Что касается более конкретных деталей, я хотел бы бросить жребий, чтобы все было по справедливости. Голова тигра для чемпионов, форт для претендентов. Давай. Вам достался форт. Команда претендентов? Вы можете предлагать своего кандидата. Можно посоветоваться. Себастьян, тебе во второй раз выпала ответственная миссия. А кого же предложат чемпионы? Кто из вас сразится с Себастьяном? Кого вы предлагаете? Важно хорошо продумать свою стратегию. Это будет Морган? Вы предложили Моргана. Морган, Себастьян. Можете приготовиться и занять свои места. Несмотря на то, что Себастьян не очень успешно выступил в прошлом соревновании на стене, медная команда снова выбрала его. Что касается Моргана, то для чемпионов это естественный выбор. Морган, в свою очередь, успешно справлялся со всеми заданиями, которые были ему поручены. Посмотрим, кто же из них победит, Себастьян или Морган. В этой игре принимала участие моя мама, когда ей было 18 лет. Она выиграла три ключа в трех играх, но в финале они все-таки проиграли. Они не смогли набрать большого количества бояров. Мне хотелось бы, конечно, взять реванш за свою семью. По крайней мере, достичь того же, чего достигла моя мама. Если бы это получилось, я был бы рад. Меня называли в шутку ребенком Форта-Боярд. Мои родители участвовали в первом сезоне Форта-Боярд в 91-м году. Так что можно сказать, что то, что я здесь спустя 20 лет, означает, что это передалось мне по наследству. К сожалению, погода нас не балует, небо покрыто тучами, так что это все, несомненно, усложняет задачу наших участников. Себастьян и Морган. Вы готовы? Да. Три. Два. Один. Начали. Это классическое соревнование, которое выполняют представители второго поколения участников Форт-Боярд. Я начал очень уверенно взбираться по стене. Мне не было сложно. Вначале я взял очень быстрый темп. Возможно, что я не рассчитал свои силы, потому что потом стало гораздо тяжелее. Держись, работай руками. Вначале он поднимался быстрее меня, потому что делал большие шаги. Но я старался экономить силы. Двигайся вперед. Подтягивайся. Продолжай. Продолжай, Морган. Держись. Я видел, что он начал скользить и хвататься руками за выступы в стене, чтобы удержаться. Я пытался ухватиться хоть за что-то. Я понял, что могу упасть. Но потом я нашел точку опоры и сумел продолжить восхождение. Смотрите внимательно. Он прыгает, чтобы схватить свою награду и довольно спускается вниз. Морган, идите сюда, у меня для вас не очень хорошие новости. Правила дуэли по скалолазанию на самом деле очень строгие. В случае, если вы отвинчиваетесь, вам надо спуститься вниз и начать все сначала. Вы достали записку, потому что чувствовали себя в безопасности. Если бы у вас не было троса, вы бы не смогли этого сделать. Мне очень жаль, но таковы правила, и я ничего не могу с этим поделать. Таким образом, эту дуэль выигрывают претенденты, которые достали свою записку с кодом, а не чемпионы. Думаю, что я выбрал верную тактику, просто я поспешил, и в этом была моя ошибка. Я хочу, я хочу, я хочу. Ничего, это просто игра. Ладно, я доволен. Я этого не видел. По итогам первого поединка мы принимаем во внимание записку с кодом, найденную претендентами, а не чемпионами. Сейчас вы можете выбрать одно из двух индивидуальных заданий. Второе из двух заданий будет выполнять ваш противник. Мне понадобится один представитель от команды претендентов и один представитель от команды чемпионов. Вы выбираете между мешками. Это упражнение на силу и выносливость. Мешки? Там насекомые в коробках? Не знаю. А что за гонки? Понятия не имею. Мешки, да. Итак, вы выбрали мешки. Фредерик очень хорошо. Так, а кто будет представлять команду чемпионов? Мне хотелось бы, чтобы вы сами решили, кто будет представлять вашу команду. Итак, кого вы решили выбрать? Меня. Это так? Да. Ну что ж, добро пожаловать. Вы можете пока ознакомиться с обстановкой и приготовиться. Следующее задание будет испытанием на силу. Сила и сноровка. Хорошее сочетание. Желаю удачи. Внимание. Фредерик, сюда. Прошу, начали. Фредерику предстоит сложное силовое упражнение. Надо будет поднять большой вес на значительную высоту. Проблема в том, что Фредерику потребуется вся его сила, чтобы поднять наверх эти мешки с грузом. Давай, Фредерик, давай. Давай. Мешки оказались достаточно тяжелые. Мне пришлось довольно нелегко. Молодец. Каждый мешок с грузом надо было поднять до самого верха и снять с шеста, на конце которого было еще такое небольшое закругление. Фредерику нечего бояться. У него все получается. Но ему надо уложиться во времени. Давай, Фред. Давай, Фред. Давай, давай, давай. Выходи. Выходи, выходи, выходи. Думаю, что мне надо было вначале поднимать каждый раз по два мешка вместе, а под конец уже брать по одному мешку. Казалось бы, ничего особо сложного в этом не было. Но мешки очень тяжелые по весу, шла большая нагрузка на ноги, с помощью которых я пытался удержаться на шесте. Было тяжело, приходилось прилагать огромные усилия. Стратегия медной команды себя не оправдала. Они потерпели неудачу в том виде соревнований, которые они сами себе выбрали. А сейчас пришла наша очередь. Хочу напомнить вам, что у вас нет выбора. Вам надо во что бы то ни стало добыть записку с кодом. Мирюэль уже на своем месте, она готова приступить к выполнению задания. Приготовились. Три, два, один, начали. Особенностью этого соревнования является то, что в этом помещении есть большое количество коридоров, напоминающих лабиринт. Числа, которые назвала Мирюэль, являются кодовым словом, чтобы найти, где находится ключ. Я находилась в неподвижном положении, мне приходилось разглядывать всех этих насекомых и присмыкающихся. Было сложно, потому что приходилось вдыхать всю эту пыль, а запах был еще тот. Очень неприятно. Еще, еще. Давай. Три, четыре, три. Три, четыре, три. Три, четыре, три? Да. Не могу описать чувства, которые я испытала. Я с трудом шевелила головой, надо было пытаться что-то увидеть. Причем кодовые цифры могли быть где угодно. Четыре, пять, четыре. Четыре, пять, четыре. Было немного неожиданно, когда выпала веревка, и ее конец попал мне прямо на язык. Четыре, пять, четыре. Да. Хорошо, держись. Давай, давай, пей. А, буй, буй, буй. Шесть, восемь, два. Шесть, восемь, два. Шесть, восемь, два. Да. Хорошо. Два, ноль, два. Два, ноль, два. Два, ноль, два. Да. Это был конец карьеры Мирюэль. Слишком много впечатлений. Сложи все вместе. Двадцать три сорок один. Да, ключ наш. Ура! Ура! Мы победили им! Ощущения ужасные, но надо было действовать быстро, иначе можно было задохнуться от всей этой пыли, вони. Но в тот момент я думала только о том, чтобы помочь своей команде. Итак, а сейчас мы проведем еще одну дуэль. Дуэль между вашей командой и человеком, который находится вон в той высокой башне. В этой дуэли трудности другого рода. Надо будет суметь уловить мысль старца и правильно разгадать его загадку. И это гораздо сложнее. Решать его головоломки не так-то легко. И сейчас каждая команда должна выбрать своего представителя. Кто? Вы готовы морально к этому испытанию? Да что, пойдешь? Ну что, скажете? Кто? Вы подготовились? Не знаю, увидим в процессе. Скажи «да». Скажи «да». Медная команда? Наверное, я. Итак, соревнование начинается. Скорее бы воскресенье. Мне нужно воскресенье. Я очень устал. А время не ждет. Надо приготовить загадку. Итак, он результат гравитации. Он давит на сердце. Он также известен как чемпион. Он бывает тяжелым, как грузовик. Итак, кто он? Надо посмотреть. Что же я там написал? Надо прочитать еще раз. Никогда мне не хватает на это времени. Как же там говорится? Забыл. Кого я вижу? Какой сюрприз? Мария Цесиль. Расскажите, как у вас дела? Что нового? Я желаю, чтобы на этот раз вы угадали ответ и выиграли соревнование. Мы постараемся. Да-да-да, это так. Надо сосредоточиться и найти верный ответ. Итак, слушайте. Вот загадка. Он результат гравитации. Он давит на сердце. Он также известен как чемпион. Он бывает тяжелым, как грузовик. Кто? Кто это, Сесиль? Это вес. Что? Вес. К сожалению, Мари, мне очень жаль, но это верный ответ. Да, Сесиль, да-да, это вес. Он возник в результате земного притяжения. Он давит на сердце. Когда мы расстроены, он бывает очень большим и тяжелым, как грузовик. Очень хорошо. Я рад, что вы так быстро все угадали. Вы молодец. Молодец. А вы идите. Спасибо. Идите все. Может, еще увидимся. А Мари, бедная, проиграла во второй раз. Бывает. Не знаю, как у меня так получилось быстро сообразить, потому что я волновалась, и напряжение было огромным. Было забавно, я даже не успела рот открыть. Мне кажется, что в этом и заключается прелесть игры. Нужно думать. Несомненно, Ан-Сесиль прекрасно сыграла на пользу своей команде. Именно благодаря ей у чемпионов сейчас появился еще один ключ. Два ключа дают право на две подсказки. Итак, сейчас у чемпионов уже два ключа, а у претендентов только один. Ладно, теперь я предложу победившей команде выбрать новую игру. Вы можете выбрать вот эту прелестную паутину прямо у вас над головой. Упражнение на умение держать равновесие или же трубу, состоящую из цилиндров разного диаметра. Что вы выбираете? Мы выбрали команду. То есть вы решили, что команда будет решать за вас? Да. Значит, вы хотите, чтобы мы бросили жеребий. Итак, скажем, так, паутина для вас, а упражнение с цилиндрами для претендентов. Ладно, давайте позовем паспарту, чтобы он бросил монетку. Сейчас я объясню вам задание. Кто-то из вас должен подняться наверх на сетку. Кто, по-вашему, может это сделать быстрее всех? Посовещайтесь. Чемпионы очень любят совещаться. Морган. Это я. Прекрасно. Моргана выбрала его команда. И сейчас вам надо пойти, занять свои места, и мы начнем. Морган занял свою позицию. Он готов приступить к заданию. Ему надо допрыгнуть до сетки, удержаться на ней и найти ящики с записками. Напоминаю, что в этом задании сохраняются те же правила, что и в случае со скалолазанием. Если вы откручиваетесь, то вы теряете все свои баллы за эту игру. Удачи, внимание, начали! Давай, Морган! Для этого задания надо иметь силу, ловкость и гибкость. Морган пока справляется. Мне надо было добраться до зеленого ящика наверху. Давай, Морган! Держись! В первом ящичке была записка с секретным кодом. Когда я открыл ящик, там была записка с кодом. И там же говорилось, где находится вторая записка с кодом. Конечно же, меня это все очень и очень заинтересовало. Давай, слева! Давай, давай! Отлично, Морган, отлично! Мне нравится такой ритм. Это интересно. Пытаться принимать решение в состоянии сильного напряжения или стресса. Морган, отлично! Молодец, давай! Перемещаться по подвешенной сетке очень нелегко. Время уже на исходе. Записки с кодами были спрятаны в разных ящиках, и надо было их доставать в определенном порядке. 21-36, 21-36, 21-36, 21-36, 21-36. Да! Молодец, Морган! Я рад, что сумел помочь своей команде. Чемпионы выбрали определенную стратегию, которой они придерживаются и которая помогла им успешно пройти испытания. У них уже есть право на три подсказки. А вам надо решить, что предпринять, чтобы набрать баллы. Я прошу, чтобы вы назвали кандидата, который выполнит это задание. Жюли, очень хорошо, Жюли. Время пошло, начали! Упражнение было достаточно сложное, учитывая то, что снизу постоянно выходил горячий пар. Я думала только о том, чтобы удержаться на этой трубе. Прекрасно, Жюли! Ничего, Жюли, давай, продолжай! Давай, давай! Ай, Жюли! Осторожно! Продолжай так же! Осторожно! Главная задача в этом упражнении – удержать равновесие. У Жюли это получается. Осталось чуть-чуть. О, нет! Давай, Жюли, давай, давай, давай! Не сдавайся, Жюли! У этих труб была очень гладкая поверхность и разный диаметр. Я буквально соскальзывала вниз, когда переходила с одного отдела трубы на другой. В этом заключалась главная трудность моего задания. Выходи! Выходи, Жюли, выходи! Нет, ребята, это невозможно. К сожалению, я пробыла там дольше положенного времени, и мне теперь придется отправиться в тюрьму. Теперь я здесь. Большая неудача для медной команды. Жюли остается в тюрьме, у команды возникнут дополнительные сложности. Не знаю, как они теперь будут справляться. Вы, наверное, заметили и сами, что выбрали верную стратегию. Они проиграли. Жюли в тюрьме. Но мы все равно продолжаем. Итак, сейчас я предлагаю вам очередной дуэль, которой еще не было. Надо будет забрасывать мечи во вращающиеся корзины. Но вы будете работать в команде, вас должно быть двое от каждой команды. Поэтому я прошу вас выбрать подгоучастника от каждой команды для участия в этом состязании. Один участник будет класть мечи в специальные ячейки, а второй будет их забрасывать в корзины. Так что выбирайте. Медную команду будут представлять Себастьян и Мари. А чемпионы Владимир и Мирюэль. Хорошо? Начинаем. Три, два, один, начали. Давай, Владимир, давай. Концентрация. Еще. Нужно было брать мячики, класть их в ячейки. А Владимир должен был прыгать, чтобы мячи попадали в корзины на движущемся аппарате. Это было не так-то просто. Каждая команда должна была забросить как можно больше мячей. Черные мячи у чемпионов, белые у медной команды. Хорошо, хорошо. Мне надо было выбрать подходящий момент для броска, потому что аппарат постоянно находился в движении. Поэтому надо было бросать мяч чуть раньше, чем корзинка окажется передо мной. В конце состязания надо будет подсчитывать забитые мячи. Это упражнение требует огромной сосредоточенности и хорошей реакции. Надо подождать, чтобы он повернулся к нам. Теперь ваша очередь. Для меня это было первое состязание. Иногда получалось бросить чуть дальше. Владимир иногда бросал слишком сильно, поэтому мяч улетал. Да! Иногда мяч улетал в сторону, и не получалось точно рассчитать расстояние. Все хорошо. Мы хорошо работали в команде. Он молодец. Очень большой молодец. Я просто забрасывал мячи. Прекрасная стратегия, и вы выиграли. Я всегда говорю, что верная стратегия обязательно приведет нас к победе. А сейчас у меня для вас два предложения. Опять же, советую хорошо подумать, прежде чем решаться выбрать какое-либо задание из двух предложенных. Это ринг на силу и выносливость. И движущиеся стена – очень сложное упражнение на умение балансировать. Итак, что вы выбираете? Вы можете посовещаться. Ринг. Вы выбрали ринг. Вам достается движущаяся стена. Чемпионы могут идти, готовиться к соревнованию. Для этого задания мне нужен один участник. Это Себастьян. Хорошо. Вам надо пойти и занять позицию для игры. Хорошо. Чтобы все было вовремя. Удачи вам, Себастьян. Три, два, один. Начали. Это был ринг для бокса. Но это был необычный ринг. Вместо соперника там весела груша, которую надо было боксировать. После каждого удара она била по ящику с ключом, и ключ постепенно спускался вниз. Отлично. Сложность заключалась в том, что было сложно рассчитать силу и траекторию удара, чтобы груша попадала прямо по ящику. Нужно было делать предельно точный удар и с предельно точно рассчитанной силой. Это оказалось не так легко, как я думал вначале. Но я доволен результатом. Отлично. У тебя получилось? Да. Думаю, что у меня все получилось, потому что я думал о том, что мы проигрываем, что надо срочно что-то делать, чтобы изменить ситуацию. В очередной раз претенденты выбрали хорошую стратегию и добились прекрасного результата. Теперь ваша очередь показать прекрасный результат. Вам надо выбрать кого-то одного, кто сможет достойно представить вашу команду. Так что выбирайте. Прошу. Третье соревнование чемпионов. Ну что, вы решили, кто будет вашим представителем? Серьезное совещание. Итак. Морган. Внимание. Давай, Морган. Одну минуту. Начали. Я их вижу. Когда я увидел там эту стену, которая перемещалась, я понял, что это что-то для меня новое. Для этого упражнения нужны были хорошие навыки балансировки и умение координировать работу рук и ног. Моргану надо было найти верное положение, чтобы понять, как функционирует это приспособление. Эта стена была похожа на маятник, который все время стремится вернуться в исходное положение. Давай, Морган. Держись. Главное, чтобы ты сумела удержаться на ней. Не важно, как она будет двигаться. Давай, Морган, давай. Молодец. Очень хорошо. Да. Надо сказать, что впервые за все время этой игры я не знал, как следует поступить, потому что подобных заданий еще не было. Я не хотел подвести свою команду, плюс ко всему надо было думать о времени, потому что мне нельзя было попадать в тюрьму. Молодец. Справился. Жло было, да? Противостояние становится все более напряженным. У чемпионов уже четыре ключа, но медная команда не отстает. У них сейчас уже есть три ключа. Юли по-прежнему остается в тюрьме. Сейчас мы проведем дуэль, которая, возможно, поможет Юли освободиться. Зал мастеров. Мы собрались в этом зале, две команды, чемпионы и медная команда, чтобы освободить нашу узницу Юли. Она сейчас находится за решеткой. Для этого мы проведем две дуэли здесь, в зале мастеров. Если победит медная команда, то Юли освободят. Если победит команда чемпионов, то медная команда будет расформирована. Медная команда должна победить в обоих соревнованиях. Если в состязаниях победит команда чемпионов, то у них появится еще один шанс на победу в финальном соревновании. Мастер, прошу вас, откройте дверцы. Первой будет силовая дуэль. Для нее мне понадобятся два кандидата, по одному от каждой команды. Этот человек должен быть сильным, потому что нужно будет удерживать долгое время эту гирю в подвешенном состоянии. Итак, от чемпионов. Владимир. Я предложил свою кандидатуру, потому что там нужна была сила. Кандидат от медной команды. Фредерик. До этого упражнения потребуется большая физическая сила. Но я готов. Итак, вы становитесь один напротив другого. Внимание на меня. Три, два, один. Начали. Здесь идет речь скорее не о силе, а об умении концентрироваться. У меня никогда не было проблем с концентрацией внимания. Давай, держись. Да, держись, не опускай. Все хорошо. Вы уже опустили руку. Владимир, я вас поздравляю. Победила команда чемпионов. Это была первая дуэль. Молодцы. Первая дуэль. Я очень доволен результатом. Я не подвел свою команду, а это главное. В какой-то момент я понял, что все, я больше не владею своей рукой. Она сама начала опускаться, и я понял, что эту дуэль я проиграл. Мне очень и очень жаль. Вторая дуэль. Прошу вас, мастер, откройте дверцы. Это задание. Это новое задание. Проверяют ваши знания в области методики и стратегии. Надо будет расположить элементы на металлической пластине. Это очень сложное задание. Для него мне нужны два человека от каждой команды. Есть желающие? Так. Мария и Себастьян от медной команды. И две девушки, Сесиль и Мирюэль от команды чемпионов. Идите сюда. Внимание. Три, два, один. Начали. Надо только положить. Теперь Мари. Очень интересное задание. Нужно было быть очень аккуратным и сосредоточенным. Мы боялись лишний раз вздохнуть, чтобы не задеть каким-то образом эти резиночки. Старались все делать очень спокойно, медленно, неторопливо, как будто боялись что-то разбить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, он упал? Вы не рассчитали. Элемент упал вниз. Вы проиграли. Себастьян, вы проиграли вторую дуэль тоже. Победили чемпионы. Кажется, у меня стала дрожать рука, поэтому так получилось. Но было сложно добавить туда еще какие-то элементы. Можете вернуться к вашим командам. Похлопаем чемпионам. Они молодцы. Итак, вы выиграли в двух дуэлях и набрали максимальное количество баллов для своей команды. Таким образом, к сожалению, Джюли придется остаться в тюрьме. А следующее соревнование пройдет в сокровищнице, где вы сможете взять себе золотые бояры. Именно здесь вы сможете прямо сейчас заработать 10 тысяч евро. Итак, пришло время собраться всем здесь около наших любимых колонн. Три человека от медной команды и четыре от команды чемпионов. Вы почти на равных. Кладите свои ключи. Я сказал почти, потому что у вас все-таки на одного члена команды меньше. Поэтому вам надо будет быстрее угадать слово «код», чтобы успеть собрать больше бояр. но пока бояры охраняют свирепые тигры. И, думаю, пришло время сказать Фелиндре, чтобы она увела их наконец-то в клетки. Фелиндра! Уведите тигров! Знаете, пока эти животные возвращаются к себе домой, я расскажу вам основные правила, по которым будет проводиться следующая игра. Как только я опущу рычаг, вы должны узнать подсказки. С их помощью вам надо написать свой вариант кодового слова на доске, после чего откроются люки, которые ведут сокровищницу. За отведенное время вы должны вынести за пределы сокровищницы как можно больше золотых монет и высыпать их в ящики у входа. У вас есть три минуты, вам многое надо сделать и успеть. Так что будьте организованы и выберите верную стратегию. А сейчас приготовились. Три, два, один, начали. Муха. Вторая подсказка. Муха-крючок. Третья подсказка. И четвертая подсказка. Муха-крючок-слон. Муха-крючок-слон-бархат. Отлично. Четвертая подсказка. Муха-крючок-слон. 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 Муха-крючка-слон. Кажется, у кого-то появилась идея. Время поджимает. Итак, чемпионы, вы можете что-то предложить? Давайте, теперь ваша очередь. Медная команда сейчас спускается в сокровищницу. Давайте скорее. Давай скорее, давай. Игрокам надо забрать монеты и вернуться как можно быстрее. Игрокам надо и вернуться и вернуться в силу. ПОДПИШИСЬ! 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 Оле-олее-олее! Давай, скорей-скорей! Надо успеть! ПОДПИШИСЬ! Давай, Мари! ПОДПИШИСЬ! 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 Внимание! Пошла последняя минута! За минуту до окончания времени решётка поднимается. К полному истечению времени опускается. Игроки должны успеть покинуть сокровищницу. Внимание! Давайте, давайте, скорее! Можете отдохнуть. Отдохните. Всё хорошо, хорошо. Красивая фаза игры в этой сокровищнице. Очень интенсивная. В этом состязании лучше проявила себя медная команда, потому что они первые вошли вовнутрь. Сейчас мы почитаем собранные монеты. Команда, вынесшая большее количество золотых бояров, станет чемпионом сегодняшней игры. И скоро мы будем это знать. А вот и Жюли, которую выпустили на свободу. Ваша команда в сборе. Паспарту, сообщите нам, кто же победил в сегодняшней игре. 15 килограммов 880 граммов бояров. А сейчас принесите монеты медной команды. Медная команда, вы собрали 8 килограммов 420 граммов бояров. Итак, вы понимаете, что вы проиграли, но вы все равно получите приз. Но сначала я хочу показать кодовое слово. Мне хочется удостовериться, что вы угадали это слово правильно. Итак, смотрим. Лапка. Это действительно лапка. Таким образом, чемпионы правильно определили кодовое слово. Лапка-муха. Лапка-крючок. Таким образом, они прекрасно справились со своим заданием. Карман бархатной юбки. Смазать лапу. Это было увлекательное приключение и непредсказуемые сюжеты. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Нас ждет большой финал Форт Боярда. Доброго вам вечера. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok